Привет всем это Корнев ТВ и сегодня мы будем менять я буду менять масло заливать промывочное так как у меня белая эмульсия хочу избавиться поставлю клапанную прокладку и еще должны вечером прийти свечи и сразу их крутить с новыми проводами и посмотреть что будет появится как-то мощность или хотя бы ровнее работает чтобы работало это мы увидим погнали для знающих я америку не открою короче как я меняю масло я откручиваю эту крышку здесь как видите вроде бы эмульсии нету приготовил вот такую баклажку даже целых две у меня масло почти нету тут уже с тормозой залазим под машину берем вороточек по ум на 17 если не ошибаюсь у меня здесь защита вот короче тряпочка у меня от масла и откручиваем вот этот вот болт ну и оттуда короче напорчиком польется масло и вы там не пугайтесь и ждете пока на все стечет болт на 19 и очень сильно затянут и и и и и и и и ну короче как-то так вот такое вот масло не очень чистенькая ну и пока она сливается ждем можно перекурить потом у меня там просто эта бочка неси на канистра закреплена я откручиваю фильтр масляный руками если не получается руками запихают туда пробиваю его отверткой и срываю его оттуда тоже подсчет масло так что лучше подложить заложить тряпочками чтобы все было четко и так убираем сейчас детей от экранов сейчас будет маленькая жесть вот у такого вот масло если подсветить лампы но она даже не просвечивается до долговато его не менял это был кота матюль но и чуть-чуть там подливался мобил там или что-то такое как-то так фильтр я не снимал так как я сейчас буду заливать промывку я не знаю не буду рекомендовать потому что я купил что было магазине вот такой вот фирмы крена знает поможет она не поможет залью уже закрутил тот болт залью это масло ну и хайпа работает минут 15 как-то так поехали я не знаю пацаны чем она чистит воняет принципе какой-то отработкой но если чуть-чуть она почистит это будет хорошо натуре мутная похоже на какой-то минералку канистры это 4 литра в принципе можно все и заливать или я чуть-чуть остались поддоне еще осталось грамм 200-300 кайфу гулькает масло залили ну и здесь мы видим эмульсию все это почистит ну и заводим будет у меня походу гидрач так как помпу я менял она не не может принципе удеть громкий шум это у меня с выхлопной системой проблем ким ее можно сказать нету ну и ждем 15 минут сейчас я чуть-чуть погазую к она там почистить там может быть что-то но но такой выхлопник идет вроде бы он не сизый сейчас она работает на газу и то что я говорю что моей системе полная жопа походу такого не должно быть подогрев арок ну короче как то так и так короче вроде бы прошло 15 минут даже может чуть больше сейчас я буду лутить машину и солью это масло промывочное отключу этот фильтр и потом я ее выкачу буду снимать клапанную крышку сразу новую прикладочку поставлю и потом уже на улице залью масло новое ну и посмотрим на эффект хотя эффекта не будет это просто принял масло и сразу на улице еще почищу эти трубки картон и газа там где собиралась эмоции как-то так и масло промывочное там сливается и сейчас будем откручивать этот фильтр по запиху побольше тряпочек чтобы не заляпать полностью тут все понятно ли ясные с через это вот эдет опыт Ну и сначала пытаюсь руками его подключить, если нет, то будем уже применять варваровские способы. Пацан правда горячий. И вот он фильтр у нас в руках, и так вот он новый фильтр, вот такой вот Wix, раньше я заливал сюда масло, ну в принципе я и так и не понял зачем люди заливают масло, как бы ты заводишь, она сразу проходит по этим всем каналам и заполняет его. То есть я просто смажу вот это колечко, и то по сути его не надо смазать, так как оттуда, откуда мы открутили масляный фильтр, там в принципе все есть. Ну, намажем, чтобы чуть-чуть там его. Субтитры сделал DimaTorzok так это затянули лезем под машину закручиваем болт там где сливается масло и принципе я сейчас ее выгоню машину и уже буду снимать клапанную крышку ну и вот я выкатил машину в принципе света достаточно чтобы тут что-то разведеть что я буду крутить ну а вы смотрите под музычку там или как пойдет погнали включая сразу все датчики то что будет мешать вот смотрите просто и льется вода из трубки картерных газов а 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 и может туда заметил вот эти гайки затягивать получается клапанную крышку через вот эту вот пластмаску там где спрятанные провода и шланги обратки но и входа на бензин я не надо у вас так или нет потому что как по мне она не сильно уж прижимает это все дело итак вроде подкрутил снимаем эти пластиночки главное их не перепутать потом отдельно потом я положу не все открутил короче ребята здесь много очень масло видно даже вот этой пластинки что она оттуда давить если знаете из-за чего то говорите в комменты там всякое такое пытаемся снять она горячая а 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 и и а а а а может кому-то интересно ну вот так вот у меня выглядит распредвал и все остальное вроде бы вроде бы ну вроде бы чисто как по мне то сколько ему время лет уже 25 лет мотору мне кажется это смазал герметиком вот эти вот части на виктор рейнс ну я не знаю вроде бы держала но очень плохо и еще раз в коментах напишите должны они так крутится для компенсации или они должны плотно там стоять люфта сильно такое не чувствую горячо ну а не крутится ли он так сейчас вытираем вот это все обезжирю ну и принципе можно вложить новую прокладочку и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok И вот такой вот я герметик купил. Маленький. Потому что смысл большой покупать. Есть маленький. Цена тоже маленькая. И тут в принципе чуть-чуть только промазать. Я думаю много не надо. Ну вот как-то так. Такой слой тоненький я делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так я почистил эту клапанную крышку. И будем ее одевать. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 вот такой вот китайчик но уже сколько она у меня и она целая так я не знаю как меня этот щуп именно почистить есть провод толстый ну вот смотрите какая радость это видно да достаем опять у Продолжение следует... Продолжение следует... Ну уже... Чистее... Так, с этим понятно... Теперь снимаем вот эту трубку... Она стабильно у меня забита... Можно даже к ванке-то не ходить... Так, здесь тоже на 10... Так, откручиваем раз... И вот здесь... Все-таки ключик на 10... Здесь бы очень хорошо пригодился... Так, вот она у нас открученная... Так, это открутили... Здесь стопорное колечко... Достаем... Вот оно... Оно такое же самое... Как на датчике температуры жидкости... И... Тянем... Достаем... Здесь освобождаем от... Проводов... И... Начинается самое интересное... Как ее достать отсюда... Ну и смотрите какая тута сметанка... Просто сметанка... Сейчас я ее так же само... Толстым проводом прочищу... Ну и посмотрим... Будет ли эффект... Будет появляться эта жижа... Непонятного цвета или нет... Так... Минут... Короче 15... Я возюкался с этой трубкой... И тут зрелище... Очень плохое... Вот... Такое... Я засовывал вот этот... Провод... Ну и вытягивал вот такую... Соплю... Ну и продувал... Тут вот такие... Белая-белая эмульсия... Зрелище... Не для... Слабонервных... Две тряпки... Короче... Вот как видите... Ее надо полностью... Походу под давлением... На мойке... Керхером каким-то... Продавать... Ну... Ванна вроде бы сейчас продавается... Почистил как мог... Сейчас обратно это все ставим... Заливаем масло... Подключаем датчики... Ну и все... Так... Ну и собираем ее обратно... Как она там была... Верной... 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...